Мы продолжаем выпуск. Карагандинских музыкантов высоко оценили на республиканском уровне. В городе Алматы состоялись сразу два крупных республиканских конкурса детского творчества, на которых наши маленькие земляки, ученики детской музыкальной школы номер 2, сумели завоевать самое большое количество призовых мест. Девятый республиканский конкурс Ахко Гершин останется в памяти у ребят музыкальной школы номер 2 приятным воспоминанием. На проходившем 4 и 5 ноября конкурсе ребята показали себя сразу в нескольких номинациях. Домбровы, ударные инструментальные ансамбли, фортепиано, также дуэт-блок флитистов. Параллельно с Ахко Гершин проходил другой конкурс детского творчества «Куншуах», где ученики музыкальной школы также продемонстрировали свое искусство. Они оценили очень хорошо, потому что это уже 10-й конкурс, и он уже с каждым годом все равно уровень начинает расти. Потому что они набирают обороты, конкурс приезжает со всего Казахстана, дети туда. Это и Атарава, это и Чемкент, это и Алматы, это Астана, Караганда, Павлодар, Кустана. Практически все города были. Три гран-при, пятеро лауреатов первой степени, три лауреата второй степени, пятеро лауреатов третьей степени. Победители были награждены именно такими дипломами. Участников же привлек именно соревновательный процесс. По словам организующей стороны, республиканский конкурс – это отличная возможность оценить уровень своего творчества по сравнению с мастерами из других регионов. Показывают, что я умею, чему я научилась. И, естественно, помогают это, ну, показывают, насколько я могу соревноваться с другими. Мои соперники не хуже почти, что меня играют. Тоже очень хорошо играют. Почти со всеми я познакомилась в УМАТе. Мне было хорошо там. Большую поддержку в участии детей в конкурсах оказали родители и руководство школы. Дорога, проживание и прогулка по южной столице. И, как оказалось, не зря, помимо 14 призовых мест, музыканты завоевали дипломы первой, второй и третьей степени и были награждены памятными призами. В этом году детской музыкальной школе номер 2 исполняется 65 лет. Завоеванные награды можно считать большим подарком для всего педагогического состава школы. С 48-го года уже 65 лет в этом году в нашей школе. И вот, я думаю, что вот эта поездка как раз одна, скажем так, мы сами себе сделали такой хороший подарок на 65-летие нашей школы. Мама Саши Сидорова, которая завоевала гран-при в номинации фортепиано, рассматривала участие дочери в конкурсе с двух сторон, как преподаватель и как просто мама. Конкурс сам по себе, это ответственное мероприятие. Почему? Потому что это показывается работой за определенный период. И всегда мы как преподаватели, я как и говорю от себя, как от преподавателя, мы всегда ждем, что будет самый лучший результат. Не всегда это, к сожалению, получается, но наш конкурс показал, что мы все-таки добились каких-то определенных результатов. Как родитель я могу сказать, что это очень психологически тяжелое мероприятие, все эти конкурсы, потому что это ответственно не только материально, когда едешь. За творческими событиями, происходящими в жизни маленьких музыкантов, постоянно следит и принимает активное участие в них караганинский композитор Людмила Мельникова. На этот раз композитор приняла участие в качестве жюри конкурса, состоявшегося в Алмате. Пригласили из города Караганды и дали высокую оценку всем детям-исполнителям. Также, кроме Карагандинской области, хорошо себя показала Алматинская с оригинальным репертуаром, как вокальным, так и танцевальным. И хотелось бы еще сказать, что в данном конкурсе принимали участие не только наряду с детскими музыкальными школами дети-маленькие профессионалы, но и дети-самодеятельность из общеобразовательных школ. Раскрыть творческий потенциал с помощью соревнования, повысить уровень мастерства, просто привить интерес и любовь к искусству. Эти задачи были достигнуты организаторами конкурсов «Хахку Гершин» и «Коншуа», которые уже на протяжении 10 лет проводятся в Казахстане. По мнению родителей, дети, которые принимают участие в них, конкурс – это хорошая возможность посмотреть на своего ребенка другими глазами. Гран-при – это, конечно, высочайшая оценка на любом конкурсе. И кроме гордости в этот момент не испытываешь ничего. Это большая радость, потому что, когда участвует очень много детей, и именно твоего ребенка выбирают на гран-при, понимаешь, что что-то сделали именно особенное. Не просто так вышел и хорошо сыграл, но и сыграл, и что-то сделал особенное. Поэтому в этот момент кроме гордости ничего не испытываешь. Аида Ибраева, Болжан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.